Глава региона посетил спортивный объект и оценил темпы работ. В 2017-м стадион отметит свой 85-летний юбилей. Встретить эту круглую дату он должен в полной готовности, поручил Вениамин Кондратьев. Однако во время визита губернатор обратил внимание, что на строительной площадке нет ни одного рабочего. Здесь должна уже работа кипеть. Оставлюсь работать только по фасаду. В 2017 году этому стадиону 85 лет. И в таком состоянии его вывести на юбилей, это просто будет неуважение к прошлому спортивному, не только этого стадиона «Динамо», но и в целом к жителям Краснодара, к спортивной общественности. После завершения реконструкции это будет совершенно новый спортивный центр. Его проект показали Вениамину Кондратьеву уже на совещании. На стадионе появится современное футбольное поле, волейбольные площадки, беговые дорожки. Также оборудуют место для проведения соревнований по метанию ядра и копья. Кроме того, глава края поручил на прилегающей территории, где раньше был открытый бассейн, организовать зеленую зону. Внесите изменения в град-план города и сделайте его парком. И все схемы, кто там что-то либо пытался, они не должны пройти. Вот эта зона, это легкий для этого стадиона. Зона спорта. Вот здесь плавательный бассейн. Это все время было для краснодарцев излюбленным местом. Центром был спортивный. Центр здесь был спортивный. Поэтому давайте его центром не сохраним. Здесь никаких инсунуаций в виде бизнес-проектов там быть не может. Это места для жизни. Центр города для жизни горожан в первую очередь. Напомню, что реконструкцию стадиона «Динамо» начали в 2012 году, после подписания меморандума между администрацией края и «Динамо» Кубань.